истинного я нет 30 сентября 1990 года когда люди приходят повидать меня в первый раз они ожидают лекцию я не даю лекции я не философ я не проповедник все причины по которым вы пришли ко мне неправильны я совершенно ничего не могу для вас сделать обычно я признаюсь самому себе поскольку есть только одно истинное я которая включает все я говорил в первом лице когда я использую термин я или я есть я не говорю о роберте я говорю о сознании сознание вездесуще это означает когда я использую слова я есть это включает вас всех и так я признаюсь что я не тел и ум я признаюсь что я не деятель я есть абсолютная реальность я есть конечное единство чистая разумность пустота нирвана я не рождался я не исчезну в промежутке между рождением и смертью я не существую я ничто пустота сад читананда парабрахман я есть то я есть это мое признание вам и это ваше признание мне есть одно сознание один брахман одна конечная реальность когда я делаю свое признание вам помните что я говорю не о роберте я говорю о единстве о конечной реальности они что о пустоте я есть то я есть сад читананда чистое осознавание конечное единство я который есть сознание никогда не рождалась и сознание никогда не умрет постижение этого превосходит всю вашу карму осознание одного этого освобождает вас делает вас свободными сейчас осознать это быть этим поэтому снова я не провожу беседы я не читаю лекции я не философ я не проповедник я ничто если вы приходите сюда ожидая какое-то учение вы уйдете разочарованными потому что мне нечем учить снова я признаюсь вам что я есть это не принципом тела не дети не мир не бог я есть сознание сознание это истинное я истинное я содержит само себя она проецирует и проявляет этот мир и вселенную в прошлый четверг мы говорили об истинном я и в конце я признался что в конечной реальности нет истинного я и нет сознания некоторые люди были ошумлены потому что они стали открывать истинное я а тут я прихожу и говорю им что истинного я нет рассмотрим подробно что это означает истинное я существует пока вы считаете себя нереализованным нужно ли самореализованному человеку истинное я говорит ли самореализованный человек осознание нуждается ли в сознании или брахмани или сад чатананди все это слова все это концепция пока вы верите в концепции слова при взятой идеи это будет задерживать ваш прогресс реальность за пределами слов реальность в тишине на самом деле единственное что вы должны делать это успокоить свою делайте своем тихим и реальность будет сиять сама по себе но если вы будете ходить повсюду и повторять как попугай я есть истинное я я есть сознание есть конечная реальность это будет вас сдерживать я говорю вам истину лучше молчать причина по которой я выражаю эти слова в том чтобы вы поняли что есть что-то еще кроме ваших телесных переживаний есть что-то еще за вашими ежедневными происшествиями и это называется истинное я истинное я это просто я содержащие себя проецирующие проявляющие вселенную мир вы являетесь этим истинным я вселенная и мир существует по той причине что существуете вы это исходит из вас вся вселенная это проекции вашего ума и так если нет ума все становится истинным я когда вы можете признаться что все является истинным я и я есть это но пока это не произойдет лучшее что вы можете делать это поменьше говорить лучшее что вы можете делать это погружаться глубоко внутрь себя и находить свою истинную природу это можно делать в любое время например когда вас захватывает мир просто задайте себе вопрос кто захвачен миром будьте честны скажите я идите дальше задайте себе вопрос откуда появилась я что такое это я как она возникла что является его причиной отслеживайте я прибывайте с я и вскоре вы придете к выводу что я не существует вскоре вы придете к заключению что вы являетесь безграничным пространством и вместо того чтобы наблюдать объекты в мире вы будете наблюдать пространство которому как кажется приклеены объекты это как маленькие дети которые режут книгу маленький ребенок берет кусок бумаги вырезает картинку солнца наклеивает ее на бумагу и это становится объектами маленькому ребенку интересные объекты но где мы были объекты без бумаги бумага это реальность для объектов когда дети перестают играть с этими объектами они просто отклеивают солнце и на его место оставит луну они убирают тучи и на их место приклеивают звезды они забирают мужчину и на его место оставить женщину забирают дерево и ставит траву и коры изменилась ли бумага бумага все то же самое с нами мы кажемся смертными кажется что мы проходим через разные опыты в мире что есть небо планеты звезды и другое но я говорю вам что на самом деле все это ложно реально только пространство пространство никогда не меняется а все остальное меняется поэтому как может быть реальным что то что меняется сейчас кто то из вас может спросить что хорошего в этом учении она практично что она может сделать для меня я скажу вам счастливы ли вы на самом деле если у вас неизменное счастье в жизни если у вас покой настоящий покой большинство из нас даже не понимает что такое покой мы думаем что счастье возникает когда что-то случается по-нашему как долго это длится как вы хорошо знаете по опыту все меняется единственное что постоянно в этой жизни это изменение ваше счастье зависит от людей места или вещей когда это меняется туда же уходит ваше счастье коту под хвост то же самое с покой мы радостью пока вещи приносят вам счастье радость и покой вы будете несчастливы большую часть времени поскольку эти вещи рано или поздно меняются и с ними уходит ваше счастье некоторые люди считают что это учение излечит их болезни даст им финансовую награду улучшит их взаимоотношения так может быть но суть не в этом мы не пытаемся улучшить наше человеческое благополучие если вы желаете улучшить ваше человеческое благополучие для вас есть множество так называемых умственных наук курсов по позитивному мышлению здесь мы пытаемся уничтожить наше человеческое благополучие уничтожить его полностью именно наше человеческое благополучие является причиной недопонимания страдания пока мы отождествляемся с телом мы не можем не страдать это не означает что если не отождествляться с телом мир станет кучей радостей и в мире возникнут счастье и покой наоборот это означает то что у вас будет новое отношение вы все будете видеть по-другому когда вы начинаете понимать что является истинным я что вы являетесь воплощением любви что вашей природой является сад читананда парабрахман если вы действительно чувствуете это то кончательно становитесь этим чтобы вы не видели это будет становиться отражением вашего истинного я поэтому вы сможете делать признание что весь мир является истинным я я являюсь этим но пока этого с вами не случится не пытайтесь улучшить свои дела это все равно что бить мертвую лошадь когда вы улучшаете свои дела они остаются улучшенными какое-то время а затем где-то еще появляется что-то негативное тогда вы улучшаете это и потом что-то негативное возникает где-то еще это не прекращается никогда не заканчивается это все равно что вы выращиваете опухоль идете к доктору а он говорит я должен ее отрезать я применю местную анестезию и сразу я отрежу он делает только это на месяц спустя опухоль вырастает обратно на другой стороне вашей руки тогда доктор ее отрезает она вырастает обратно на вашей ноге доктор никогда не доходит до причины вы не можете ожидать гармонию разрушив следствие вы должны изменить причину а единственная причина в том что у вас есть ошибочное убеждение что вы человек что вы есть тело и ум это единственная причина ваших страданий уничтожьте это и страдания прекратятся и так опять как вам это уничтожить просто задав себе вопрос кому это приходит кто переживает эту карму и вскоре вы осознаете что это ваше эго не вы ваше эго не имеет к вам абсолютно никакого отношения это ваше эго перевоплощается это ваше эго возвращается снова и снова но она не имеет к вам абсолютно никакого отношения это как люди которые рождаются и умирают в этом пространстве. Люди приходят и уходят каждый день, очень быстро. Подождите, пока начнется война в Ираке. Они действительно уйдут. Потом они вернутся снова и уйдут опять. Это никогда не заканчивается. Пока вы не устанете играть в игру и не скажете себе, подожди минутку, я играюсь в эту игру уже и он и лет. Я умираю и возвращаюсь, умираю и возвращаюсь, я устал от этого. Что делать? Когда вы наконец-то зададите этот вопрос, что-то произойдет. Или вы возьмете нужную книгу, или встретите правильного учителя, или услышите верные слова. Когда вы будете исследовать, почему я должен продолжать играть в эти игры, вскоре вы зададите вопрос. Кто играет в эту игру? Кто переживает все эти инкарнации? Я? Кто этот я? Откуда появилась я? Кто его породил? Есть ли у меня отец и мать, которые его родили? Как оно появилось? И что-то скажет вам, что оно как оптическая иллюзия. Точно так же, как когда я говорю вам, что небо голубое. В действительности нет ни неба, ни голубого. Есть только атмосфера. Но если вы выглядываете из окна, то видите прекрасное голубое небо. Вместе с тем мы знаем, что оно не существует. Если вы умираете от жажды в пустыне, вы видите мираж. Вы видите оазис и бежите к нему попить воду. Но это мираж, это не существует. Это оптическая иллюзия. То же самое верно для вашего я. Кажется, что ваше я существует. Но оно не существует. Кажется, что ваше тело существует. Это как картинки, которые движутся по экрану. Существует только экран. Картинки, которые его скрывают, фальшивые. Если вы не верите в это, попробуйте схватить их и посмотрите, что вы схватите. Вы схватите экран. Так же с вашей так называемой жизнью. Она исходит из ложного воображения. Вам снится смертельный сон. Вы считаете, что вы тело. Вы переживаете много опытов. И так и происходит, пока вы так считаете. Как только вы перестанете так считать, реальность проявится сама по себе. Все прекратится. Первое чувство, которое вы достигнете, это чувство бессмертия. Вы просто знаете. Вы знаете, что вы никогда не рождались. Если вы никогда не рождались, то никогда не умрете. Вы узнаете это. Второе чувство, что вы вездесущи. Вы не являетесь вашим маленьким я, расположенным в теле. Тела нет. Никого нет дома. Вы всегда свободны. Вездесущие, всезнающие, всемогущие. Вы все и все. Все существование. И вместе с тем вы никто. Вы как зеркало, которое содержит само себя и проецирует вселенную. Но вы осознаете, что вы зеркало, а не проекции. Обнаружьте свое истинное я. Станьте верны своему истинному я. Сколько лет вам еще осталось? Что вы делаете со своей жизнью? Как вы проводите каждый день? Что для вас важнее всего? Это начинается утром, как только вы открываете глаза. О чем вы думаете в первую очередь? Что вы должны спросить себя, как только проснетесь? Вы говорите, какого черта я здесь делаю? Хорошо сказано. Вместо того, чтобы думать о чашечке кофе, я должен идти на работу. Мне нужно зарабатывать содержание. Задайте себе вопрос. Что я, блин, делаю? Чем я живу? Почему? Это первый шаг. Оказаться полностью разочарованным в вашей судьбе. Пока вы довольны и говорите «я хорошо выгляжу, я красив, я симпатичная», вы проводите три часа, нанося макияж или принимая ванну или надевая свежую одежду каждую минуту. Так вы зря тратите время. Но когда вы осознаете, что вы проживаете разного рода ерунду и что вы проживали эту ерунду всю свою жизнь, вы задаете себе вопрос. Куда я уйду отсюда? И ответы придут сами, честно. Вам не нужен будет никакой учитель. Единственная причина, по которой вы сюда приходите, это потому, что вы этого не делаете. Если бы вы делали правильные вещи, зачем бы вам нужен был я? И так вы начинаете исследовать, как только открываете свои глаза, что есть это тело? Кто это? Кто я? О чем это я? И затем помните, что нужно сказать. Я спал. Мне снился прекрасный сон. Я спал очень хорошо. Теперь я проснулся. Но есть кое-что забавное. Вы говорите «я был во время состояния сна, во время сновидений и во время состояния бодрствования». Я присутствовал, потому что я сказал, я спал, я видел сны, и я пробужден. Что это за «я»? И снова вы рассматриваете. Откуда пришло это «я», который спит, который есть во время сна, который есть во время сновидений? А сейчас я говорю, я пробужден. Кто это «я», который все это делает? Какова его природа? Что является его источником? Вы начинаете осознавать свои мысли. Вы наблюдаете свой ум, как он проходит через движение размышлений, постоянных размышлений. Как будто бы ваши мысли такие важны. Вы можете сказать мне, если я не буду думать о своей жизни, кто обо мне позаботится? Я должен думать о своей жизни. Дерево, на котором растут манго, думает о жизни. И все равно на нем растут сладкие манго. Думает ли солнце, буду ли я светить завтра? Думает ли трава, буду ли я расти на следующей неделе? Есть таинственная сила, которая заботится обо всем. Кармически ваше тело пришло на эту землю, чтобы что-то делать. Оно знает, что делать без вашей помощи. Тело не нуждается в вашей помощи. Пребывая в «я», ваше тело само о себе позаботится. Даже лучше, чем вы, когда вы думаете. Поэтому старайтесь не думать слишком много. Лучше отслеживайте «я» мысль. И когда вы идете за ней к ее источнику, то удивитесь, как легко вы пробудитесь. Вы станете свободными и освобожденными. Субтитры создавал DimaTorzok Проблем нет. 11 октября 1990 года Добрый вечер. Приятно быть с вами снова. Я знаю, что некоторые из вас ждут не дождутся, когда я начну говорить. Но, честно говоря, лучшие послания вы получаете в тишине. Безмолвие – это еще одно имя Бога. Спокойствие – это имя сознания, покой. В тишине можно найти все. В словах немного. Вы должны пытаться быть тихими настолько долго, насколько можете. Особенно, когда вы дома. Старайтесь посидеть в тишине и спокойствие настолько долго, насколько можете. Именно в тишине вы получите послание. Именно в тишине чистое сознание раскроет вам себя. Никогда не бойтесь сидеть в тишине. Это ваш самый большой актив. Я получаю много телефонных звонков. Самый частый вопрос, который я получаю – это как решить личные проблемы. Сегодня утром был один звонок. У этого человека было очень много проблем. Она медитировала 25 лет, и все равно проблемы остались. Есть только один способ устранить все проблемы. Не важно, насколько большой может быть проблема. Нет разницы, насколько, как вы думаете, она серьезна. Есть один способ уничтожить все. Этот способ в том, чтобы осознать – я не деятель. Иначе говоря, проблема не имеет абсолютно никакого отношения к вам. Хотя так кажется. И это только кажимость. Что такое проблема? Проблема – это когда что-то не происходит по-вашему. Мир не крутится так, как вы хотите. И это проблема. Что-то идет не так, как бы вы хотели. Или происходит нечто, что вы не можете контролировать. Поэтому считайте, что у вас проблема. Но если посмотреть на всех на этой земле, обычно проблема одного человека не является проблемой для другого человека. Откуда появляются эти проблемы? Нам рассказали, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому если у нас нет хорошего, которое, как мы думаем, должно быть, мы имеем проблему. Но в действительности нет ничего ни хорошего, ни плохого. Мышление делает это таковым. Поэтому если вы избавитесь от своего ума, у вас не будет никаких проблем. Главный аспект нашего учения – уничтожить ум и эго. Когда ум и эго трансцендированы, какая-то таинственная сила берет все на себя и заботится о вас лучше, чем вы бы могли сами. Но сначала ум и эго должны уйти. Для большинства американцев сложно это сделать. Потому что нас научили использовать свой ум. Ум – это все. И большинство из вас считает, что если не использовать свой ум, то будешь прозябать жизнью растения. Наоборот, что такое ваш ум? Это всего лишь собрание мыслей о прошлом и будущем. Обычно вы беспокоитесь о прошлом и боитесь будущего. Поскольку ваш ум поднимает нечто не только из вашей жизни, но и из опытов прошлых жизней, самскары, склонности, которые у вас есть. Если вы начнете осознавать, что я не деятель, где тогда проблема? Начнем с того, что Вселенная – ваш друг. И она не может причинить вам вред. Основой всего является любовь. Следовательно, если вы развиваете сознание любви, проблем не будет. Поскольку любовь позаботится обо всем. Любовь – это то же, что и абсолютное осознавание, чистая разумность. Любовь – это то же, что и парабрахман. Опять-таки, это основа всего существования. Поэтому, если у вас есть достаточно любви, проблем нет. Проблемы возникают только тогда, когда вы думаете, что вы человек. Вы думаете, что вы деятель. Иначе говоря, когда вы считаете, что если я не сделаю что-то, произойдет что-то ужасное. Но опять-таки, что-то ужасное – это всего лишь предвзятая идея, а не истина. Что-то ужасное – это что-то, чем вам промыли мозги, чтобы вы в это верили. Вы верите, что вы должны жить определенным образом. И если у вас не получается жить так – это ужасно. У вас есть определенное имущество, определенные вещи, которые вам нравятся. Ужасно, если вы не сделаете это. Когда вы начинаете понимать, что означает «я не деятель», то освобождаетесь от всех проблем. Что значит «я не деятель»? И именно это вы должны думать каждый раз, когда считаете, что у вас появилась проблема. Начнем с того, что сначала вы осознаете, что все, я имею в виду все, было предопределено раньше, до того, как вы пришли на эту землю. Все было спланировано для вас. Даже тот день, когда вы оставите тело. Все предопределено. Если вы принимаете это и чувствуете это, где тогда проблема? Что самое худшее может произойти с вами? Если вы по-настоящему проанализируете это, все не так уж плохо. Кажется, что плохо, но это не так. Помните, как работает кажимость. Это как змея и веревка. Человек выходит из своей ванны в темноте и наступает на веревку. И он думает, что это змея и ужасно пугается. Затем он обнаруживает, что это всего лишь веревка, страх уходит. И человек больше никогда не боится этой проблемы. Когда вы считаете, верите и размышляете, что у вас есть проблема, это как змея и веревка. На самом деле это не проблема. Это просто предвзятая идея, что что-то произойдет, если вы не получите то, что хотите. Потому что вы опять-таки были воспитаны таким образом, что считаете, что ваша жизнь должна складываться определенным образом. А правда в том, что реальность не должна быть какой-то. Например, если я иду домой этим вечером и нахожу кого-то, кто ограбил мой дом, воры обчистили весь дом, проблема ли это? Это все было предопределено. Это было определено до того, как я пришел на эту землю в моем теле. Я не буду реагировать негативно. Я вообще не буду реагировать. Потому что я чувствую, что я Вселенная и все в порядке. Ошибок не бывает. Поэтому я благословлю вора. Ничего страшного вообще. Если я перехожу улицу и машина проезжает на красный свет и сбивает меня, это не вина водителя. Все это было предопределено. Так зачем мне тогда сердиться? Суть в том, что все, все, что произошло с вами, было предопределено. Нет ничего неправильного. Теперь, как вам справляться со всем этим? Первая концепция, которую нужно осознать, в том, что я не деятель. Когда вы осознаете, что вы не деятель, это означает, что ваше тело проходит через опыт, а не вы. Следующее, что вы делаете, вы задаете себе вопрос, кто проживает этот опыт? Кому это приходит? Это приходит ко мне. Я чувствую себя в депрессии. Я чувствую себя обиженным. Я чувствую себя не в своей тарелке. Я чувствую, что меня ограбили или сбили машины. Я злой. Я в бешенстве. Кто этот я? Как я может быть столькими вещами? Злостью, бешенством, в депрессии, обиженном и в своей тарелке? Таким образом, вы держитесь чувства я. Вы держитесь за это чувство и отслеживаете его до источника. Источником я всегда является сознание или абсолютное осознавание, когда вы отслеживаете его до его источника. Но сейчас единственный способ, как вы можете отследить его до источника, это забыть о вашей проблеме, поскольку вы не можете сделать эти две вещи одновременно. Итак, вы должны полностью отвернуться от вашей проблемы, как будто ее не существует, и держаться за я. Держитесь за я, который думает, что у него есть проблема. Как только вы начнете держаться за я, проблема начнет исчезать сама по себе, и вы начнете смеяться. Поскольку это совершенно невозможно, чтобы у вашего истинного я была проблема. Поскольку ваше истинное я вездесущее, оно абсолютное. Ваше истинное я – это пустота, нирвана, чистая разумность. Ваше истинное я вездесущее, оно присутствует везде в одно и то же время. Когда вы поймете, кто вы, ничего никогда не будет вас больше беспокоить. Сейчас люди спросят, если я буду отслеживать чувство я до его завершения, значит ли это, что у меня больше никогда не будет проблем? Мне приходится смеяться, когда люди такое спрашивают, поскольку пока вы отождествляетесь с я, это у я есть проблемы. Поэтому, когда вы говорите, я никогда больше не буду иметь проблем, вы защищаете свое эго. Поскольку я наполнено проблемами не только из этой жизни, но и из предыдущих существований. Фокус в том, чтобы отследить я до его источника. И затем я исчезнет полностью, совершенно, абсолютно. Когда я исчезнет, так же исчезнет ваша проблема. Иначе говоря, мир не изменится, но вы изменитесь. Ваша реакция поменяется. Это как экраны картинки на нем. Когда приходит время, и вы трансцендируете я, вы становитесь как экраны, как картинки, которые показывают на экране. Что означает, что мир не меняется. Все в мире представляется вам таким же, как всегда, но вам будет, как с гуся вода. Это больше не будет цепляться к вам. Теперь у вас будет отождествление с экраном, с истинным я. Я ясно выразился об этом? Иначе говоря, экраны картинки те же самые, но экран осознает и сам себя, и картинки. И он не затрагивается тем, какие картинки показываются. На экране может показываться, как грабит банк, как совершается убийство, как люди занимаются любовью, как горят дома, как начинаются войны. Оказывает ли это влияние на экран? Нет. Экран никогда не затрагивается. Однако картинки меняются одна за другой. Точно так же ваше истинное я, как экран. Оно никогда не затрагивается никакими проблемами. Проблемы приходят на экран, они приходят и уходят. Но вы всегда сдаётесь истинным я. Вы никогда не меняетесь. Как вам начать становиться такими? Каждый раз, когда вы думаете, что у вас есть проблема, вы должны спросить себя, к кому приходит эта проблема. В конце концов, я не деятель, я не тело, я не ум. Тогда к кому приходит проблема? И, конечно же, ответом будет ко мне. Я чувствую эту проблему. Вы держитесь за я, вы пребываете в я и идёте глубже и глубже внутрь себя, пребывая в я сознании. По мере того, как вы будете продолжать это делать каждый день, каждый раз, когда будет возникать проблема, в конце концов, наступит день, когда вы выйдете за пределы своего чувства я. Вы целиком превзойдёте его. Чувство я исчезнет, и вы станете чистым сознанием. Ум вам не друг. 14 октября 1990 года. Некоторые из вас выглядят такими серьёзными. Это не серьёзный сатсанг. Здесь много веселья. Будьте радостными. Радость – это ваша настоящая природа. Вы сможете также привыкнуть и к ней. Она овладеет вами, нравится вам это или нет. Я хотел попросить задать себе вопрос. Почему я на сатсанге? Почему я пришёл сюда? Вы пришли посмотреть на выступающего? Сравните его с другими выступающими. Большинство из вас посещали много встреч. Вы полностью запутались. Для некоторых из вас ходить на встречи – это как ходить в кино. Вы спрашиваете, что показывают на этой неделе. Точно так же вы спрашиваете, кто выступает на этой неделе. Но кое-кто из вас ничего с этим не делает. Вы слушаете послание, затем идёте домой и говорите, «Разве он не красноречивый оратор?» Это было здорово. Чем займёмся теперь? Давайте пойдём в боулинг. Давайте посмотрим телевизор. Вы забывайте о встрече до следующего раза. Некоторые из вас посещают встречи 30 лет и более. Что вы выполнили? Вы уже прочитали все написанные книги. Где вы? Вы счастливы? Вы освобождены? Вы свободны? Спросите это себя. Что мы здесь предлагаем? Абсолютно ничего. Ничто-то. Всё находится в невидимом. Всё имеет отношение к сознанию. А сознание – это ваша истинная природа. Это то, что вы есть в действительности. Когда вы отождествляетесь сознанием, то становитесь своим Высшим Я. А когда нет, вы часть человечества. Боретесь и пытаетесь освободиться. Чтобы понять феномен ума-тела, то, что вы не ума-тела, сначала вы должны понять, что такое ум. Что такое ум? Это просто набор энергии, мыслей о прошлом и будущем. Вот и всё, что есть ум. Ум вам не друг. Но вы можете использовать ум, чтобы много чего выполнить. Мы все были запрограммированы. Нам всем промыли мозги. Это началось тогда, когда вы были в животе у матери. Все её чувства, вся её позитивность или негативность, вся её энергия передалась вам. Не только это. Ещё вы имеете самскары, склонности, из прошлых жизней. Страхи, предубеждения, которые входят в ваше подсознание перед вашим рождением. Когда вы приходите в мир, вас кладут в вашу кроватку, и вы впитываете вибрации вашего дома. Люди ссорятся, родители бьют друг друга, любят друг друга. Всё это входит в ваш подсознательный ум и составляет вас. Когда вы уже в том возрасте, что ходите гулять на улицу с какими-то друзьями, ваше окружение всасывается в ваш подсознательный ум. Затем вы идёте в школу, выходите в церковь, в храм, в синагогу. И эти учения входят в ваше подсознание. Затем вы вырастаете, получаете работу, заводите семью. И вот это вы. Вы являетесь продуктом предубеждений и концепций. Но вы ли это на самом деле? Это вы пока себя этим считаете. Когда вы устаете играть в игры, что-то внутри толкает вас. Это называется внутренний гуру. Это толкает вас изнутри, и что-то извне ведёт вас к правильному человеку, к правильной книге, в правильную среду, где вы должны быть. Потому что вы перестали играть в игры. Иначе говоря, вы устали от мира и хотите освобождения. Желать освобождения – это очень смешно для меня. Это словно человек, который принимает душ, говорит «Я хочу намокнуть». Освобождение – это ваша истинная природа. Вы должны пробудиться к этому, осознать, что это вы. И так вы являетесь собранием мыслей, энергии, которые программировали вас с тех пор, как вы были ребёнком. И вот он вы. И так сейчас вы здесь, и знаете, что были запрограммированы. Что вы делаете по этому поводу? Давайте ещё поговорим об уме. Если вы узнаете об уме, то узнаете, от чего вы должны избавиться. На самом деле ум не существует. Но вас запрограммировали считать, что ум – это существо, что он существует. Поэтому вы должны играть в эту игру, избавляясь от ума. Давайте ещё раз посмотрим, как работает ум. Давайте сравним ум с землёй. У фермера есть два семени. Одно из них – чёрный послён, смертельный яд, а другое – кукуруза. Семена – это мысли. Фермер сажает оба семени. Как только зёрна посажены, у земли нет выбора. Она будет выращивать в изобилии всё, что посажено. Точно так же, когда вы принимаете определённые мысли, ваш ум выращивает эти мысли, пока они не становятся вашим опытом. Таким образом, вы получаете проблемы, которые у вас есть сегодня. Вы их создали сами. Возьмём другой пример. Вы когда-нибудь сажали семена? Уверен, что да, некоторые сажали. Скажем, фермер выращивает семена розы, тюльпана, моркови. Представим, что эти семена как мы. Они могут думать и говорить как люди. Роза говорит себе, посмотрите на ту прекрасную розу. Говорят, что я вырасту розой, я стану розой. Но это звучит нереально. Как я могу быть такой красивой розой? Это поистине невозможно для меня. За счёт одной этой мысли роза будет увядать и не будет расти. Семи моркови говорит тоже. Я просто ничто, никто. Как я могу когда-либо вырасти в красивой морковь? От одной этой мысли семи будет увядать. То же самое я говорю вам. Вы есть абсолютная реальность. Вы есть брахман. Безграничное осознавание. Сознание. А вы говорите, как так может быть? Это звучит нереально. Я просто низкий человек. Я совсем не важный. И вы продолжаете отождествляться со своим телом и умом. Пока вы отождествляетесь со своим телом и умом, Господь Кармы, Бог Ишвара, становится вашим мастером. Вы находитесь под управлением Бога Кармы. Поэтому вы продолжаете возвращаться снова и снова на Землю. И тогда вы оказываетесь привязанными к Земле, пока не станете абсолютно свободными. Но вы должны сделать это сами. Вы должны практиковать определенные техники. Недавно кто-то спросил. Вы говорите, что сознание, реальность, как экран. А тело, мир, это изображение на экране. И вопрос такой. Поскольку я считаю себя изображением, могу ли я поменять себя на лучшее изображение? Другими словами, пока вы считаете себя изображением, и вы неосознанны, можно ли улучшить свою судьбу? Можно ли улучшить свой образ жизни и изменить свой образ? На все воля Бога Кармы. Как большинство из вас знает, все предопределено до того, как вы обрели свое тело. Но у вас есть некоторая свобода, в зависимости от вашей кармы. на самом деле, вопрос вот в чем. Можно ли сделать больное тело здоровым? Можно ли сделать бедного богатым? Можно ли человека в депрессии сделать счастливым? Когда вы этим занимаетесь, то работаете на уровне ума. Вы не идете к конечной истине. Вы работаете из своего ума. Вы никогда не найдете свободу и освобождение работы из ума. Скажем, вы достаточно манипулировали своим умом и получили рак. Вы работали над собой 15 лет. Вы используете техники воображения. Вы используете контроль ума. Вы представляете, что белые кровяные телеца атакуют рак и в конце концов исцеляете себя от рака. А вас написали в журнале. Вы появляетесь в шоу Фила Донахью. Вы чувствуете себя великолепно и гордитесь собой. Вы излечились от рака. В следующем месяце вы переходите дорогу вас сбивает в грузовик и вы умираете. Вот что происходит с помощью манипуляции ума. Давайте переведем другой случай. Вы работаете над собой, чтобы стать богатым. Вы ходите на хорошие курсы по недвижимости. Вы изучаете бизнес-администрирование. Вы используете контроль ума. И через 20 лет вы становитесь мультимиллионером. Вы женитесь, у вас трое детей. Затем ваша жена и дети погибают в автокатастрофе. Кто-то похищает вас и требует выкуп. Вам приходится выплатить 10 миллионов долларов. И вы возвращаетесь туда, откуда начали. Я пытаюсь сказать о том, что работать с умом это не ответ. Мы обходим ум. Мы осознаем, что ум нам не друг. Идея в том, чтобы аннулировать ум, аннулировать мысль. Как мы это делаем? С помощью метода Джняна Марги, с помощью метода Вичары, самоисследования. Это самый быстрый метод освобождения себя от запутанности и неведения. Когда у вас какая-то проблема, когда вы словно запутались, то просто задайте вопрос, кому это приходит? У кого это проблема? У кого такая карма? И очень скоро сам по себе придет ответ «У меня». Затем вы спрашиваете дальше, откуда приходит это я? Что является источником я? Вы пребываете в я, держитесь за я. Вы начинаете использовать медитацию, которая называется я-я. Вы просто пребываете в я так долго, как можете. И отслеживаете я-нить до вашего духовного сердца. Вы говорите себе я-я-я-я-я-я-я-я. Вы помните, что все в мире привязывает к я, не правда ли? подумайте обо всех моментах в жизни, когда вы говорили «я». Я болен, я в депрессии, я счастлив, я не в своей тарелке. Кто этот я, о котором вы говорите? Это ваше тело? Это не может быть вашим телом. Потому что когда вы спите и просыпаетесь, то говорите «я спал». Когда вы видите сны, то просыпаетесь и говорите «я видел сны». Когда вы бодрствуете, то говорите «я пробужден». О ком вы говорите, когда произносите «я»? Найдите, обратитесь внутрь себя, спросите себя «кто я», откуда появилось «я», но никогда не отвечайте, просто задайте вопрос «что является источником «я»?» и однажды вы осознаете, что «я» не существует. Когда вы отслеживаете «я» до источника, однажды произойдет словно большой взрыв, и вы видите миряда световых частиц вокруг себя. Тогда вы осознаете, что вся Вселенная – это просто сборище световых частиц. И все же это не ответ. Потому что откуда появились световые частицы? Они появились из ничего, из ничто. И ничто есть сознание. Сознание как пространство. У него нет формы. Однако оно принимает форму любого творения. Оно проявляется так, что принимает формы мира, людей. Все есть сознание. Сознание как классная доска. Объекты в мире как изображение на классной доске. Вы можете нарисовать любое изображение, которое вам двое людей занимаются любовью. Затем вы стираете это и рисуете что-то еще. Но классная доска никогда не меняется. Классная доска всегда одна и та же. Точно так же и вы. Вы проживаете разные опыты. Но сознание в том, что вы не являетесь опытами, которые вы проживаете. Вы сознание, и это ваша истинная природа. Подумайте об этом. Я не проповедник, я не философ, я не священник, я не лектор. Я только могу делиться с вами тем, что я чувствую. Когда я использую слово «я есть», то говорю о всех вас. Я есть – это еще одно имя Бога, первое имя Бога. Другое название – сознание, везде сущность. Это я есть. Я чувствую, что я есть. Это не тело и не ум. Я абсолютное осознавание, я абсолютное единство. Я безграничная разумность, нирвана, пустота. Я есть то, я есть. Я сад читананда, я парабрахман. Я никогда не рождался и никогда не умру. Я есть то, я есть. Мир это продукт моего воображения. Я вижу мир, как сознание. Я вижу реальность, совершенство, мир, любовь, счастье. И это настоящее я. И больше ничего не существует. «Я воображение» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok